Ребята, привет! В этом видео я хочу поговорить на тему, можно ли стать дизайнером и найти работу на фрилансе либо в студии, если вы будете сами смотреть уроки, то есть сами продвигаться в дизайне без учителя, смотря YouTube ролики, либо смотря видосы на каких-то других источников и заниматься только самообучением без учителя. Смотрите видео дальше. Итак, тема очень интересная, давайте поговорим про нее. Я расскажу свой личный опыт, я люблю делиться своим личным опытом. Вот, потому что он реальный и, может быть, это вас вдохновит. Вот, лично мой опыт в том, что на протяжении 4 или 5 месяцев я был самоучкой, я не ходил ни на какие занятия, то есть не было у меня преподавателя, который мог дать мне реальный фидбэк. То есть я смотрел видео, проходил всякие видео-уроки в интернете, и либо я смотрел через YouTube, либо я качал их с других источников. Так или иначе, я обучался сам. Вот, и в итоге я пришел к тому, через 4 или 5 месяцев я понял, что, ну, как бы мне непонятен мой уровень, мне непонятен, насколько мой дизайн хорош. Вот, и я начал искать студию, где я мог бы работать и повысить свой уровень. Вот, и в итоге я нашел, и я начал там работать 2 месяца, поработал в студии, и в итоге я, ну, я получил колоссальный опыт в этой студии. Вот, что намного ускоряет процесс обучения. То есть, ну, если размышлять на тему, исходя из моего опыта, и то могу сказать, что да, действительно реально найти работу, если вы сами дома обучаетесь. Но нужно понимать, что есть несколько проблем, несколько сложностей, скажем так. Во-первых, первая сложность заключается в том, что нужно тратить много времени. Вот, и на этой сложности очень многие уходят с изучения нового, новой профессии. То есть, человек может неделю, две, либо месяц каждый день заниматься, потом приходит что? Приходят сомнения, которые спрашивают, а нужно ли это делать? А так много, куча других дизайнеров, чем я лучше? Ну, и куча всяких мыслей, которые будут сбивать вас с пути. И это, ну, и эти мысли, они появляются у каждого человека, который начинает новую профессию. Если у вас не было сомнений, когда вы начинали профессию, пишите в комментариях. Это интересно. Вот, так или иначе, нужно будет преодолевать сомнения, нужно будет тратить много ресурса своего временного. Потому что, чтобы рисовать на более-менее каком-то уже продаваемом уровне, нужно реально вложиться, вложить кучу времени. И еще, добавок ко всему, добавьте то, что если вы самоучка, то вам нужно постоянно искать материалы, придумывать себе занятия, придумывать себе уроки. Ну, либо там, ну, то есть, вам нужно будет делать, искать хороший курс какой-то, вам нужно найти. Потому что не все курсы, скорее всего, хорошие. Вот, и, ну, и вы тратите дополнительное время. То есть, нужно, ну, короче, первое, это нужно каждый день, ну, 3-4 часа, там, ну, 2 часа как минимум тратить на обучение. Вот. Вторая проблема, это то, что у вас нет фидбэка. То есть, вы как бы, ну, вы делаете, и вы не знаете, где вы находитесь в мире дизайна. Ну, как вы делаете, 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 и вы думаете, ну, наверное, мой дизайн отстой. И многие тоже начинают на этом уровне сыпаться, на этом шагу, что, на этой мысли, что мой дизайн никудышний, зачем это все надо, мне не получается. И люди уходят. Вот, ну, нужно просто, ну, то есть, это вторая проблема, что, когда нет фидбэка, то вы не понимаете, как бы, вообще получается ли у вас. Вот, ну, и скорее всего, получается, просто, ну, это отдельная тема. Я считаю, что человек, который каждый день трудится, то у него, он постоянно эволюционирует, то есть, он совершенствуется. Я считаю, что человек, который тратит время на обучение, он не может стоять на месте. Но это отдельная тема. Если мы захотим поговорить, пишите комментарии на эту тему. Я запишу отдельное видео. Вот, но, короче говоря, если у вас есть учитель, да, либо какой-то дизайнер, который может дать вам хоть какой-то фидбэк, то, ну, как бы, обычный фидбэк, нормальный учитель, либо дизайнер, он дает не только отрицательные, но и положительные фидбэки. То есть, когда есть положительный фидбэк, то у вас появляется, ну, ваш огонь энтузиазма, он увеличивается, он разгорается, разгорается. То есть, вы понимаете, что, да, есть много ошибок, но есть и уже, как бы, много позитивных сторон. Вот, поэтому, если вы самоучка, то и у вас нет денег на курсы, то смотрите мой курс, он бесплатный. Можете мне задавать вопросы, я всегда готов отвечать с радостью, вот, бесплатно. Но если у вас по какой-то причине, то есть, там, вы же посмотрели мой курс и, там, не задаете мне вопросов, то найдите дизайнера, которого вы можете задавать вопросы, чтобы у вас был фидбэк. Но я считаю, что лучше всего, как бы, идти в студию, то есть, идти, ну, там, работать бесплатно, либо, там, ну, как бы, неважно, как вы попадете в студию, но когда вы попадаете в студию, вас обучают. Вот, то вы обучаетесь сами, вы подтягиваетесь быстрее, потому что есть вектор, за кем следовать. Скорее всего, в студии есть, конечно же, дизайнер, который показывает свой какой-то пример, да. Это не веряется эталонам дизайна, потому что нету, наверное, эталонных дизайнеров. Все у друг друга учатся. Вот, и вам, ну, и студия вам поможет просто быстрее развиваться. Это сэкономит время, и, наверное, моя ошибка была в том, что, когда я начинал свой путь дизайна, то я потратил много времени на самообучение. С одной стороны, это большой плюс, потому что разрабатывается вера в себя, сила воли, вот, планирование своего дня. Вот, но когда есть учитель, то вы намного быстрее продвигаетесь. То есть я вам советую найти учителя, советую найти, пойти в студию, каким-то образом туда попасть и там работать. Но я считаю, что, ну, путь самообучения, он более сложный, в нем есть свои, конечно, плюсы. Вот, и, и, как бы, я считаю, что это работает, вот, потому что меня взяли в студию после пяти или четырех месяцев моего самообучения. Но это было сложно. Вот, поэтому верьте в себя, у вас все получится. Просто занимайтесь каждый день, занимайтесь, занимайтесь, занимайтесь. Не слушайте тех, кто говорит, что это все легко, чтобы достичь цели, это все легко, там, все нужно делать по вдохновению. Нет, я считаю, что в идеале все нужно делать по вдохновению, но бывает вдохновения нету, а нужно как-то через себя, когда, ну, как бы, может быть, нету настроения, либо с кем-то поссорились, негатив какой-то у вас, то, конечно, сложно работать и, ну, в таком состоянии, сознание, да, когда есть негативные эмоции, то, несмотря на них, вы все равно продолжайте работать. Поставьте себе какую-то цель, поставьте дедлайн и идите к этому дедлайну, то есть, несмотря ни на что, тогда вы достигнете. Если вы будете смотреть на свое настроение, сегодня я хочу, завтра я не хочу, то, скорее всего, вы не достигнете. Надо ставить цель и идти к ней, вот. И, ну, при этом, конечно, ну, как бы, если вы, я просто, и когда поставил цель, я ставлю цель, допустим, там, через полгода, я дохожу, вот, полгода я занимаюсь дизайном, и через полгода я делаю перепросмотр, и я там опять делаю какую-то, ну, цель и какой-то таймлайн, да, что вот в такие временные рамки я буду заниматься вот этим, столько-то часов в день. И такая систематичность помогла мне достичь того, что я стал дизайнером, и достичь всех моих целей, которые я поставил себе в дизайне. Вот, на этом все. Желаю еще раз удачи, веры в себя, вот, верьте, занимайтесь, и все у вас получится. Если что, задавайте вопросы. Вам хорошего дня. Пока.